Важен голос каждого. 18 марта главное политическое событие года. Россияне выбирают президента. В Щелковском районе работают 137 участковых избирательных комиссий. Жители приходят на участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Безусловно, это обязанность каждого гражданина определить, с чем он дальше будет в жизни соприкасаться, с кем. От каждого из нас зависит будущее нашей страны. Я должен отдать свой гражданский долг и проголосовать за того человека, которого я хочу видеть во власти. Сегодня выбирают нашего президента. Мы надеемся, что будет у нас в стране все хорошо. За кого проголосуем, так и жить будем. Ну как же, это долг наш. Делать свой выбор жители приходили с самого утра. Ровно в 8 часов в 10 поселениях района открылись все 137 участков. Многие на выборы приходили целыми семьями. Были те, кто голосовал впервые, и те, кто вот уже много лет выражает свою гражданскую позицию. Сколько? Сколько лет вам? Мне 103. Не первый раз, я всегда хожу. Всю жизнь хожу? Хожу, и я привык, меня так и делать. А потом, знаете, своих хочется повидать. Здравствуйте, вы первый раз на выборы решили? Да. Скажите, почему решили прийти? Ну, потому что я считаю, что это обязанность каждого гражданина участвовать в выборе. Ведь он будет проживать в этой стране, и ему решать, где жить. За порядком на участках следили члены избирательных комиссий, наблюдатели. За ходом выборов в течение дня наблюдали представители органов власти. Отмечали, что голосование проходит на должном уровне. Сегодня самый главный день в России, я считаю. Поэтому я с удовольствием пустил бюллетень в Орну, понимая, что есть у России настоящий, будет будущий. Я благодарен Богу судьбе, что живу в этой стране, в которой могу свободно прийти, проголосовать и понимать, что это выбор, а дело осознанно. Я бы отметил хорошую организацию. Это, во-первых. Действительно, люди знают, куда идти, что делать, их сопровождают, по организации подсказывают. Это первое. Второе, конечно, хорошая погода, и люди идут улыбаясь. Люди не просто идут, они идут с семьями, они идут с детьми, с маленькими детьми. Мы столько видели молодых, молодые пары с маленькими детьми. Это значит, что уже вот с такого возраста прививают человеку чувство того, что ты гражданин от Евразии. А если ты гражданин, ты должен выполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать. Тем более на выборах нашего самого главного должностного лица в государстве. Очень активно идут. Нас действительно это очень радует. Жители активно принимают участие в голосовании в выборах президента Российской Федерации. За ходом голосования в Щелковском районе наблюдали представители иностранных средств массовой информации. Приехали в Щелково, потому что хотели посмотреть, как проходят выборы не в Москве. В Москве все понятно в таком плане, что это город, это большой город, поэтому хотели приехать сюда. И первое, что удивляет, очень много людей. Я не ожидал, что будет такое количество людей, что будут очереди к голосованию. Особенностью выборов этого года стало упрощение голосования для тех жителей, кто не имел возможности проголосовать по месту прописки. Всего за несколько минут на сайте госуслуг можно было прикрепиться к удобному для избирателя участку. Если раньше у нас люди должны были брать открепительное удостоверение по месту жительства, соответственно, тратить свое время и деньги, то теперь в ходе этой кампании они могли открепляться от своих участков и прикрепляться к тем участкам, которые им удобны через портал госуслуг, через МФЦ, через территориальную избирательную комиссию и через участковую избирательную комиссию. Огромное количество людей воспользовалось этим правом. Мне кажется, это очень удобное введение центральной избирательной комиссии. Соответственно, вот оно работает. Люди приходят из других регионов, прикрепившихся к нашим участкам, голосуют, пользуются этой возможностью полностью. Избирательные участки работали до 8 часов вечера. Выборы в Щелковском районе состоялись. Итоги голосования будут известны позднее. О них мы расскажем в следующих выпусках программы события. Для вас работала служба информации телерадиокомпании Щелково.